итак наступила ночь восемь часов не знаю вечера я бы сказал бы летом а зимой это уже ночь у нас остался последний прием пищи это ужин ну или вечеря открываем пакетик уже опыт в этих делах есть так раз открыли так высыпаем проверяем ничего не осталось так а вот чем-то я вымазался уже ли тут что-то было разбито так смотрим сухарики видите какая упаковочка не очень удачная да где у меня на обеде было три сухарика тут 4 ну тут наверно важно не количество а граммовки ну ладно видите упаковка тут наша наверно как-то автоматически паковала машина поэтому эти сухарики наверно пришли в негодность так все те же галеты откладываем соль сахар пакетик чая quality мед такое ощущение что я вновь вымазался думал повреждена упаковочкой чего-то сладкого нет все целое так салфетка влажная значит ложка одноразовая салфетка сухая так это все и из чего у нас будет состоять ужин это из каша с мясом каша ячна каша ячневая с мясом свинины опять же вес 350 грамм состав почитайте изготовлена 12 декабря 2019 года срок годности я так подозреваю тоже 24 месяца так что-то не вижу так хранить от 0 до 20 градусов цельсия так идея него ну ладно в общем а вот 24 месяца так открываем так вот так вот все это выглядит сейчас конечно сразу попробуем из пакета потом как всегда чтобы вам было лучше видно все это пересыплю тарелочку чтобы так сказать оценить органолептические все показатели так вот это вот каша вкусная но ее вот ее надо разогревать точно вот предыдущие я открыл их можно было есть даже холодными а это надо подогреть обязательно в моем случае я воспользуюсь микроволновка так конечно можно нагреть воды и опустить этот пакетик в него а потом уже открыть я думаю так это и задумано потому что он такой плотный внутри видите вот фольга как бы выполняет роль термоса так ладно не буду что-то стенок и скребать так посмотрите как это выглядит достаточно аппетитно кстати вот тушенку я не люблю так знаете что мы сделаем сухари тоже разогреем в микроволновке я думаю хлеб тогда немного станет мягче и будет вкуснее еще один кусочек положим мне с этим явно не повезло так ладно отправляюсь в микроволновку разогревать разогрела и в общем еду тепленькая она конечно намного вкуснее посмотрите с близкого расстояния как она выглядит вот достаточно так аппетитно вкусно то и так давайте сейчас мы выберем кусочек мяса это тушенка какая-то свинина да я по-моему говорил в начале вот знаете мне именно кетчупа не хватает сейчас же есть вот эти кетчупы одноразовые могли бы уже начать и ложить в рацион кетчупы и так настало время подвести итоги я целый день питался вот этим вот дубовым полевым набиром продуктив все очень вкусно мне очень понравилось при этом я остался сытый я думаю что если солдат кормить именно вот таким вот рационом у него останутся силы на то чтобы вести активные военные действия еще хочется заметить что когда я ел все эти продукты у меня не складывалось впечатление что это какая-то там химическая еда я имею ввиду что это там не мивина не порошковая картошка не какие-то там макароны все именно чувствуется вкус натурального и полезного а не так что вот эти вот сухие завтраки где знаете только добавь воды так а вот я ем именно вкус настоящий без всякие химии без всяких химических добавок итак спросите меня где можно использовать эти продукты я думаю если вы там ходите на рыбалку на охоту в какие-то там походы туристические и не хотите заморачиваться с едой взяли вот такой вот набор и все вопрос с едой у вас закрыт вам надо с собой взять только воды определенное там количество во всем остальном этого набора хватит вполне и стоимости уже говорил там от 150 до 200 гривен ссылочку в описании я оставлю второй момент еще в таких наборах существуют всякие химические добавки первое это химические добавки для разогрева еды есть там разные варианты и есть химические таблетки для очистки воды то есть когда вы в какую-то баночку или даже прям вот в этот пакетик наберете воды из какого-то водоема из речки кинете таблетку и она очистится там в течение двух-трех минут ее можно пить в этом наборе такого не было тут именно воду надо иметь с собой так на этом наверное все подписывайтесь на канал ставьте лайки в следующем видео я про буду пробовать вот американский набор и инди как он тут у них называется хотел сказать mill ready to eat individual короче готовые к употреблению индивидуальный короче суп поет так из ужина да кстати я не открыл мед и и чайок я также оставил ну а соль сахар если вы уже в курсе соль я не добавляю на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал в комментариях пишите какие наборы еще попробовать я бы хотел конечно попробовать какой-нибудь набор из стран нато особенно там германия франция германия потому что это как бы вообще военная машина франция знаменита тем что у нее есть свой иностранный легион ну и конечно бы хотел попробовать сухпоек армии великобритании великобритания вообще все спецвойска пошли от нее это ми хотел сказать не 5 до не 6 это первый спецназ был потом вы появились французские сас германские шпигель хотел заказать в общем не помню в общем пишите в описании что еще попробовать на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал